Владимир Владимирович Путин пытался и все еще пытается решить проблему Центробанка. Когда Путин в 2000 году попытался изменить закон, федеральный закон о Центробанке, ну, сделав его собственно. Эту мысль быстрее всего он не оставил и до сих пор. Что вы думаете, провалилось? Против этого голосовали даже коммунисты. И действительно, незачем рушить то, что у нас сейчас есть. Нам вполне достаточно сейчас придать Центробанку Российской Федерации такой же статус, который был у Центробанка СССР. Но только лишь заменив общенародный котел вкладчиков просто на общий котел вкладчиков Центробанка Российской Федерации. И желательно, чтобы при этом власти перестали игнорировать законодательство о дореформенных сбережениях. Одним из авторов которого был Глазев. Законодательство об использовании дореформенных сбережений примерно так, как использовались безналичные рубли СССР. Об использовании этих сбережений под названием долговые рубли, которые являются вполне законным, имущественным эквивалентом, можно сказать, денежной взаимопомощи населения. Взаимопомощи нацелены даже не столько на восстановление разрушенного производства, сколько на организацию именно массовой внедренческой деятельности.